Особенно те проекты, где вы бы получили пользу для своей общины, чтобы развивать культуру и язык вашего этнического группа, какие возможности финансирования в этом смысле есть. Коротко о мне тоже. Я до 2010 года 5 лет работал директором фонда интеграции. Многие знают это. После того я занимался уже самостоятельно с разными проектами внутри Эстонии и проектами транскраничного сотрудничества в разных областях в сфере здравоохранения, туризма и так далее. Включая еще и старую тему по интеграции тоже. И в этом смысле я верю, что то, что сегодня будем говорить, будет полезным для вас. И, конечно, мне тоже интересно узнать от вас, какие ваши ожидания и понадобности в этой сфере есть. И, в принципе, цель у нас такой общая, чтобы показывать эти возможности финансирования. Но в этом смысле программа обучения, как такова, будет немножко более подробная. Вначале буду я говорить, а после обеда вы будете говорить. Так что в этом смысле у меня есть тогда возможность узнать от вас тоже ваши мысли и предложения. И до обеда, как вы видите, здесь у меня есть несколько презентаций. И мы заканчиваем примерно с презентациями где-то пол первого. И пол второго тогда после обеда будет работа в группах. И, ну, идея такова, что заканчиваем не позднее, чем три часа эту сессию, тогда работа в группах. И, ну, я даю эти инструкции по работе в группах тогда в начале, в начале этой сессии, после обеда. И теперь, о чем я буду теперь утром говорить, во-первых, я буду говорить польза, участие в международных проектах. В этом смысле, какая польза для вас это было бы, что вы получили бы из этих проектов. Во-вторых, я поговорил по конкретным фондам и программам, включая Евросоюзских и других стран, по которым можно поработать. И, конечно, еще то, что через практический опыт участия в таких проектах, конечно, есть вот такие выводы или такие хорошие мысли, что я бы рекомендовал вам, если вы будете приготавливать конкретные проекты, или если будете участвовать, какие бы правила или какие-то принципы соблюдать, чтобы ваша жизнь была легче, и проект успешно бы приготавливали, и потом еще сделали. Вот такие темы у меня до обеда. И тогда я начинаю сразу с первой презентации, которая у меня, в принципе, как я сказал, как я сказал, какой пользу вы получили из участия в таких проектах международного сотрудничества. В этом смысле международное сотрудничество и Евросоюза, и в третьих странах обычно касают таких тем, как образование, рынок труда, предпринимательство, защита природы, тогда действия масс-медиа. Это такие главные темы, где обычно проекты делают, и в этом смысле количество таких проектов очень большое, и в этом смысле каждый, или каждый код, наверное, Европейский союз поддерживает такие проекты, плюс еще поддерживает другие организации, как UNP и United Nations Development Program, например, или конкретные страны, как США, или Канада, или Швеция, или Норвегия. Так что в этом смысле круг таких проектов и количество таких конкурсов ежегодно очень большое. И в этом смысле и для эстонских организаций там есть и очень хорошие возможности, потому что особенно если мы говорим о Восточной Европе, тогда у организаций с Эстонией есть то преимущество, что люди все-таки владеют еще русским языком, и в этом смысле в этом регионе без русского языка никак не получается. Там по-английски, например, где-то в Белоруссии или в Молдавии работать, ну, можно, но более эффективно все-таки будет работать на русском языке, и в этом смысле для организаций с Западной Европы, там из Германии, либо Франции гораздо труднее работать там с этими организациями, партнерами из этих стран Восточной Европы, чем для эстонских организаций. И в этом смысле в Эстонии тоже есть такой весьма большой круг организаций, которые в таких проектах участвуют. Обычно они или университет, или неправительственная организация, но иногда и государственные учреждения, как министерство или местное заправление, но большинство все-таки партнеров из неправительственных организаций или из академических организаций, там министерства обычно все-таки сами не хотят участвовать в таких проектах, потому что там просто административная работа большая, и министерство сами не интересовывает этим заниматься. И в этом смысле, в общем, если мы говорим об темах, тогда интеграция тоже есть одна тема, по которому поддерживают разные проекты транс-рэнчинного сотрудничества. И когда я потом буду показывать уже конкретные проекты по культуре и образованию этнических мечист, тогда вначале я показываю некоторые примеры интеграционных проектов, которые в других аспектах интеграции сделали в последнее время. Например, очень близко к нам эта программа переградочного сотрудничества между северных стран и политических стран, это называется программа Центрального Балтийского моря, Минтеррек, и там отдельно, и цел поддержка поддержка интеграции, таких группов риска, рюнкитруда, там есть конкретные действия по рюнкитруда, и кроме того еще есть, другие действия тоже по местным общинам, как усилить состояние местных общин, включая их в этнических мечистах. И один проект, который был финансирован в периоде 2016-2018 года, это был проект CROSS, который занимался интеграцией иммигрантов на рынок труда, и что там делали, в принципе, вначале сравнительный анализ нынешней ситуации и опыта в этих частных странах, это была Эстония и Финляндия, потом мы приготовили такую программу по ментору, менторшип для иммигрантов, и пилотировали это, и, конечно, последним, что делали, работали с предпринимателями, чтобы фирмы, работодатели сами были бы готовы принять на работу новых иммигрантов, которые приехали жить или в Финляндии, или в Эстонии. Ведущим партнером там являлся фонд интеграции, так что в этом смысле можем у Кристины, если она знает, тоже уточнять, как это шло. И из Финляндии была одна организация, называется, я не знаю, как это произнести, это Local Integration, я не знаю, как по-фински это было. В принципе, сейчас проект уже заканчивался, было два года длительность проекта, и здесь тоже ссылка на этот проект, который сделали. Потом другой пример, это в Эстонии очень активно занимаются с проектами транскраничного сотрудничества, Нарвский колледж, Стартовский университет, они очень активны. И в этом смысле у них есть и очень, на приятах таких интересных проектов, сделанных в последние годы. И один проект, который они сделали, было финансировано из евросоюзского программы, который называется Erasmus+. Erasmus+, некоторые, наверное, знают, это программа образования, там и высшее образование, и среднее образование, и молодежные действия, которые, которые эта программа финансирует. И что была идея Нарвского колледжа, это было то, что, в принципе, во-первых, менять опыт, обмена опыта практиками многоязычного высшего образования, как в разных языках приготовить учителей, работать в школах, тогда разработка таких общих моделей, программ обучения для новых учителей в университетах, для этого, как работать в многоязычном классе, например. И, конечно, еще было распространение информации по школам, по другим университетам, которые не участвовали в проекте. Были и вот такие рабочие группы, была информация в масс-мейле и так далее. Этот проект тоже состоялся с 2016 по 2018 года, но там уже, как Erasmus+, это было широкие проекти, чем просто регион Центрального партийского моря, тогда уже там был, кроме ведущего партнера Нарвского колледжа, был один университет из Германии, педагогище Hochschule Фрайбург, там был еще из Позано, из Италии, один университет из Лавени, один университет. Так что, в этом смысле, весьма такой широкий, крупкий, в смысле, университетов и регионов, и в этом смысле, именно такого типа проектов в Erasmus+, ожидается, чтобы это не сосредоточило только на политические страны или северные страны, но бы приняли в отчет тоже и другие регионы Европы, и Западной Европы, и Южной Европы, потому что, как-то ожидание такое, что польза из этих проектов придет не только партнерам, конкретным партнерам, которые участвуют, но и другим организациям, вне партнерства, например, для университетов и во Франции, и в Испании, и так далее, и так далее. Так что, в этом смысле, такие проекты должны давать пользу пошире, чем только этот круг партнеров. И здесь опять эта ссылка на, по информации проекта есть в конце. И третье, которое я показываю, это опять проект Центрального Балтийского моря, который опять Нарвский колледж делал, и который уже в прошлом году заканчивался. И в этом смысле очень важная вещь, чем они занимались, это была поддержка родителей, тех детей, которые учатся в эстонских школах, как поддерживать процесс обучения в школах, чтобы родители были бы активными участниками в этом процессе, кроме ученика. И что они делали? Опять вначале делали такой сравнительный анализ, как нынешняя ситуация в этих участвующих странах, например, Эстония, Финляндия, Латвия. И после того уже предкаталивали такой модель, по которому тогда поддерживать, консультировать родителей в этом процессе обучения их детей в школах. И в этом смысле опять Нарвский колледж был ведущим партнером там, но и кроме их было еще Естинский университет из Финляндии и Латвийский университет из Латвии были тоже партнером, так что три партнера в этом проекте. И в этом смысле я думаю, что Нарвский колледж продолжает типа такого проекта и в будущем. У них уже есть весьма солидный опыт, наверное, как они продолжают такие проекти и в будущем. Но как вы видели, все эти проекты касают или образование, или рынка труда. Так что на этом смысле вопрос стоит том, какая ли польза будет из этих проектов для вас? В этом смысле, что наверно как некоторые из вас занимаются с образованием, но как я понимаю, у вас дальний интерес и для чего ваши организации устанавливали это все-таки развитие культуры. И вопрос стоит том, будет ли польза из этих программ транскраничного сотрудничества для вас в сфере культуру? И на в этом смысле в принципе можно сказать, что да, что в этом смысле и культура такая область, где можно делать такие проекты, просто надо найти вот такую пользу, которая была бы интересна для всех стран, которые участвуют, включая вас и включая других стран. Потому что, как мы знаем, развитие культуры и языка этнических меньшинств по всей Европе разная ситуация, на разном уровне. развитие это тема и в этом смысле как найти таких странных организаций, у которых были бы совместные интересы в этом смысле. Это, конечно, есть такая важная задача вначале. Но какую пользу вы получили бы из этих проектов? Это, конечно, во-первых, больше информации вы будете получить от этих проектов по состоянию дел в других странах и в других организациях. Что, конечно, интересно знать, как жизнь идет в Эстонии, что достигли мы в Эстонии через ваши организации. Но иногда нам интересно просто знать, как дела идут или в Германии, или в Норвегии, или в Испании, если есть такие действия и такие организации, которые с этим занимаются. И, конечно, в этом смысле есть и тогда момент сравнения, что кто что делал, у кого-то можно научиться так, что вот эти лучшие практики, и по-английски это best practices, это то, что особенно поддерживает через такие проекты, чтобы если какая организация в каком-то стране что-то хорошо сделала, что можно адаптировать потом и использовать в других странах, вот это было бы логическим результатом таких проектов уже потом. И вторая вещь, что тоже было бы получили из этого и другие страны, это новые знания и навыки, что в принципе как ситуация разная, наверное, как в Эстонии очень хорошо в этом смысле, сравниваясь некоторым странам Евросоюза развита именно вот эта система поддержки зонтичных организаций, которые в некоторых странах вообще не существует, так что я думаю, что эта идея была бы тоже интересная показывать этот опыт Эстонии для других стран, для других интересованных организаций, может быть кто-то типа такого действия сама считает нужным в своем стране, так что здесь были бы этими, которые передают свои знания, навыки другим, но и конечно наоборот, что наверняка есть эти организации из других стран, которые могут что-то предлагать вам, например, как я понимаю, хотя это не очень регулярно существует, но все-таки можно организовать такие визиты специалистов из других стран, которые бы приехали в Эстонию обучить ваших учителей воскресных школ, так что в этом смысле обучение учителей воскресных школ из других стран, например, из Украины, из Белоруссии и так далее, наверное, было бы полезным для ваших местных учителей, чтобы действительно специалисты из университета без этой страны приехали бы сюда и организовали какие-то дополнительные курсы для ваших учителей, так что вот это тоже один пример, какую пользу вы бы можете получить из таких проектов. ну и конечно последним что здесь я думаю что полезно это просто новые контакты что новые контакты для обмена лучших практиков новые контакты для получения новых знаний так что эти проекты предлагают очень хорошую возможность найти новых друзей новых таких форм сотрудничества между организациями из разных стран так что это неформальная сеть контактов это очень такая хорошая вещь что через такие проекты можно достичь если сейчас вопросов нету тогда я бы пошел дальше и буду говорить тогда по конкретным по конкретным программам уже которые в сфере культуры есть так что вы можете можете тогда посмотреть более подробно уже эти конкретные программы как я уже раньше сказал спектр таких программ очень широкий начиная с образования как Erasmus Plus и заканчивая уже конкретными проектами других областях как защита природы и сельское хозяйство и рыболовство и так далее и так далее и где можно получить по европейским фондам и программам такой полный обзор включая и проект конкурсы по темам культуры это такой портал который здесь указан вот это здесь это тоже есть эта ссылка это такой новый сравнительно новый портал который Еврокомиссия сделала только что это начинал работать и там действительно можно найти все разные я могу сейчас тоже откроть это тогда вы будете видеть как это выглядит по интернету тогда в принципе здесь это на английском языке если вы видите тогда здесь в принципе можно искать по конкретным словам ключевым словам какие-то подведающие конкурсы ну и можно уже здесь вот видите вот эти отдельно все эти программы по разным темам здесь указано здесь есть Creative Europe который поддерживает особенно культуру и аудиовизуальные проекты есть еще по кранштанство программа ну и так далее и так далее в этом смысле если мы например сюда вставим как ключевое слово culture тогда здесь наверно появится ну такая весьма длинный список разных разных конкурсов и конечно в этом смысле вначале есть надо как-то время чтобы действительно прочитать все условия и цели конкурса чтобы найти самую подходящую для вашей понадобности конкурсов конкурсов так что на в этом смысле действительно здесь их много но вот видите здесь по-моему четыре страницы появляется разных и конечно эта культура ключевая слово не уж так аккуратно будет конкурс потому что просто это ключевая слово культура может быть связана с инновацией с инфотехнологией так далее так что на в этом смысле это просто такая поисковый мотор который здесь есть это не самый идеальный в этом смысле просто надо немножко сработать но если посмотреть уже конкретно по креативе в которых касается культура так то здесь отдельно можно уже найти и конкретно конкретно конкурс именно по культуру и тоже самая касается например как я рассказал Erasmus плюс но здесь опять если посмотреть на посмотрю если я вставлю сюда включилась слово культер здесь не пришло еще раз то есть какой-то конкурс Сейчас происходит для столицы европейских стран на какие-то обучения или какие-то действия по поддержку этих столиц, которые хотят участвовать в этом конкурсе культурной столицы Европы, например. Так что, ну, это есть вот этот портал, по которому можно тогда уже более подробно идти по конкретным конкурсам. И, ну, что здесь еще хорошо, что здесь можно себя зарегистрировать за такой, ну, мейдинг лист, где по каким-то темам тогда высылают по электронной почте новости. Если какой-то новый конкурс откроется, тогда можете сразу получить это сообщение, и можете тогда уже более подробно посмотреть, что там происходит, и какие цели, и какие условия есть. Если теперь пойдем дальше, тогда одна программа, которая среди других тем поддерживает и культуру, это Норвегия, или более широко это называется фонд грантов европейской экономической зоны и Норвегия. И у них есть отдельно программы для конкретных стран, включая для Эстонии тоже, здесь норвезцы поддерживали ряд проектов в прошлом внутри Эстонии. Но, кроме того, у них есть и вот такие программы региональные, регионального сотрудничества, которые называются, вот ссылка здесь есть. И, ну, это было бы одним возможностью, по которому вы могли бы тоже поработать, потому что здесь действительно поддерживает и темы культуру, и темы меньшинств. Ну, что проблема, конечно, то, что у нас, наше обучение сегодня происходит немножко поздно. Надо было делать это год назад, потому что там срок подачи заявок был 1 июля в этом году. Но это было бы таким очень хорошим возможностью, где вы могли бы участвовать. Почему? Это, в принципе, поэтому, что здесь, вот видите, это немножко буду показывать более подробно. Здесь вы видите просто эти страны, которые могли бы участвовать в таком проекте по культуре. Там и Эстония есть, и есть из Восточной Европы страны, как Белоруссия, например, или Россия сама. Россия обычно не уж так часто участвует в таких международных проектах. Ну, и еще Украина, и так далее, так далее. Так что, ну, это было бы для вас очень хорошим возможностью, чтобы делать действительно совместно что-то с другими странами по тему культуры. Так что, ну, надеюсь просто, что там этот первый конкурс был в этом году. Надеюсь, что они все-таки продолжают. И на следующем году просто опять надо регулярно посетить этот веб-сайт и узнать новости. Есть ли план объявлять новый конкурс. И, ну, все-таки, чтобы вы могли бы иметь возможность там уже заранее приготовить проект, найти партнеров, найти общую какую-то тему и действительно приготовить спокойно этот проект. И, ну, конечно, здесь по всем этим программам одна вещь, что надо все делать на английском языке, все эти заявки здесь на эстонском. Не как только Министерство иностранных дел Эстонии позволяет делать на эстонском, но все эти европейские фонды. Хотя они скажут, что эстонское это, ну, один из языков Евросоюза, в действительности они неформально скажут, что хорошо, мы понимаем, что вы можете подавать на эстонском, но понимаете, наши эти все эти, которые оценивают заявки, они же не владеют эстонским. Тогда, если там будет переводиться, тогда, наверное, что-то будет потеряется в переводе, и то будет, наверное, получить меньше баллов, например, при оценке. У вас вопрос? Можно параллельно подавать? Вот некоторые, я уже читала, по-разному. В смысле? Вот один этот податайся, но параллельно подавать уже по-нескому. Я говорю, это это... Размус-плюс, например, или же... Нет, абсолютно, это все зависит от ваших сил, сколько у вас есть время, и специалистов, которые были бы готовы заниматься. Это в этом смысле, но... Нет, я имела в виду один тот же проект, податайствовать по разным инстанциям. Но, честно говоря, я бы не рекомендовал идентично делать ту же самую заявку в разные программы, и там это почти невозможно, потому что у всех программ есть свои условия, и по цели, и результатам, и действия проектов, и тоже круг партнеров тоже различается. Там, вот это, например, поддерживает Россию, Евросоюзские программы обычно Россию не включают в себя. Так что, в этом смысле... Но там же есть Россия, как Костой партнерно, можно же взять, на примере Размус-плюс проект. Да, Размус-плюс можно, да. Не только основной, но как... Да, просто это по разным фондам, программам Евросоюза, по-разному. Некоторые Россию позволяют включить, некоторых нет. Так что это по каждому конкурсу надо отдельно посмотреть, как там эти условия есть. Но Размус-плюс самый широкий, в этом смысле Размус-плюс и Хоризон 2020, о котором я буду говорить, там же весь мир может участвовать. Там и из Австралии, и из Китая можно включить партнеров, эти самые широкие в этом смысле. Но это, как вы видите, это вот именно для тех стран, Восточной и Южной Европы, которые поддерживает Норвегию. Естественно, в этом смысле, если посмотреть на конкретные темы уже, тогда здесь тоже было, по-моему, вот эти темы указаны, которые... Ну, нет, как-то показалось, что среди них есть что-то для вас тоже. А вот, к сожалению, просто немножко поздно это пришло, эта информация. И я сейчас посмотрю, где эти темы указаны. Сейчас ищу. Ну, вот, в принципе, все эти сектори здесь указаны, например, Protecting Cultural Heritage, ну, по-моему, такими логичными, логичными областями, где бы работать, и, ну, здесь, здесь, например, нах, витна, что по культуре здесь поддерживали, ну, по-моему, Булгария, Кипр, Эстония, ну, например, тоже здесь работал Вингрия и так далее, так далее, так далее. Так что, ну, в этом смысле, нах, по культуре здесь с отдельно поддерживали уже конкретные проекти. А можно вопрос такой, что мы все уже умеем, примерно, писать проекты местные, а европейские проекты, наверное, еще не все научились хорошо писать. Есть ли возможность сделать какое-то обучение по основным пунктам написания проекта? Ну, немножко я сегодня, после этой презентации, немножко говорю, что, какие были бы вот эти lessons learned, и, ну, что я сам изучал из приготовления, и в самом проекте, когда это надо уже действия сделать, что я сам изучал. Ну, конечно, можно делать отдельно уже, как уграждение или, ну, тренинг по конкретным программам или конкурсам, как там предотвращивать свой проект. Но немножко мы к этому придем уже, когда после обеда у вас будет работа в группах, когда, ну, у меня есть вот такая идея, что вы бы сами обсудили, есть ли какие-то совместные понадобности и цели, по которым мы вместе смогли бы что-то развивать. Потому что для одного маленького недоходной организации в Эстонии сам приготавливать такой проект, это очень трудно будет. Но просто здесь надо как-то кооперировать и совместно делать это. Потому что просто для одной организации и для одного специалиста предоставили весь этот пакет и описание действий, результатов, печать и так далее, это просто будет очень трудная работа. Особенно если ты являешься лид-партнером, потому что тогда обычно так, что все другие партнеры ждали, что лид-партнер будет все предготавливать и они просто там свою подпись дадут. Тогда будет особенно трудно. От двух организаций можно ли подаваться? Что? От двух организаций нужно подавать? Что один партнер? Да, да, да. В этом смысле да. Просто я бы рекомендовал тогда, если мы действительно говорим по этому программу Норвегии, делать один сильный проект вместе. Не так, что каждая организация сама как-то попытается свою маленькую часть развивать в сфере культуры действий. Тогда чтобы действительно было бы влияние и был бы такой эффект виден, тогда был бы разумно, что эстонские организации кооперируют. Но вот эстонская часть этого проекта будет действительно иметь какое-то влияние не только для одной общины, но и для многих. И то же самое в других странах. Так что действительно здесь ожидают естественно такие проекты, где стоимость пюджета примерно миллион евро и за этот миллион они все-таки ожидают уже более широкое влияние этих партнеров. Но для одной маленькой неправильной организации в эстонии просто какой-то масштабный эффект сделать это трудно будет. Если я теперь пойду дальше. Это было тогда, как я сказал, фонд Крантов в европейской экономической зоне и Норвегии. Что еще интересно, когда у нас была эта комиссия по солнечным организациям, тогда я услышал, что это или это был Интеграционный центр Ида-Вирума или Александр Тушна сам писал заявку в этот программу это конкурс федеральный программ США. Это очень интересный программ или что вообще есть. Если вот эти предыдущие были такие более широкие в этом смысле, что или Евросоюз, как и Еврокомиссия, или Норвегия и другие страны, этого экономические зоны вместе поддерживают, как это конкурс. Так да, есть вот такие отдельные страны, как США, например, тоже поддерживают такие проекти развития в третьих странах сама, без партнерства с другими, как Канадс. и так далее. Так что одна программа это портал федеральных программ США. Здесь я это открою. Откроется ли это? Ну, в принципе, вот такая, такой портал есть. Там есть все конкурсы, которые американское правительство поддерживает и внутри США, для их американских организаций, и для развития соответствия в третьих странах. В этом смысле там все есть. И опять, по ключевым словам, как этот портал Европейской комиссии, здесь можно искать, если по тему культуры или языка, этнических меньшинствий и так далее, есть что-то потерящее, что сделано до сих пор в этом смысле с американскими фондами и в Эстонии. Например, очень интересно было, я помню, потом у меня есть или нет, я сразу могу сказать, что здесь США сделал, был конкурс в прошлом году для политических стран, чтобы поддерживать обучение журналистов в политических странах, и там могли подавать заявки или профессиональные организации журналистов или университета практически страны, там очень активным является в этой сфере как это называется теперь институт фильм и коммуникации Таллинского университета, бывший министр народонаселения Катерин Секстон, руководитель, они хотели сделать проект по обучению журналистов Вестолии, но сотрудничеств с университетами из Латвии и Литвии. Но там конечно был конкурс весьма такой жесткий, поэтому они не победили, но все-таки возможность получить поддержку была, и там тоже какая-то серьезная работа шла летом прошлом году, я немножко помог составлять бюджет и действия. В этом смысле работа была весьма интенсивная, особенно летом в Юле надо было все делать, как-то все отпуски были, но я даже не знаю, кто именно конкретно все-таки этот грант получил, но ожидание было, что особенно для журналистов политических стран этот конкурс будет производить, но это просто один пример, что можно регулярно посетить сайт этого, как я показывал, этот грант и узнать, что там по какому тему сейчас происходит. Как я сказал, Александр Тушман тоже там уже предкатавливали одну заявку и наверно он может давать информацию по какому конкурсу они там предкатавливали уже проект. вот и что еще так далее есть есть еще шведское агентство помощи и развития есть тоже у наших соседей в этом смысле очень близко и что они поддерживают это в принципе разные проекты в третьих странах мира здесь и в Африке в Азии и так далее и так далее и просто раньше как-то Эстония еще не была членом Евросоюза тогда они поддерживали проекты здесь в Эстонии теперь как Эстония член Евросоюза они считали что Эстония уже достаточно богатым является тогда они здесь прямо проекты не поддерживают но в этом смысле если есть какая-то понадобность где-то других странах Восточной Европы и Южной Европе где Эстонская организация может быть партнером и какую-то роль играть тогда конечно со Шведом вместе можно делать что-то где-то третьем стране где тоже можно передавать свои знания или опыт кому-то где-то в стране какую-то организацию и может быть учиться через этот проект сам тоже так что в этом смысле здесь опять в этом смысле они организуют регулярный конкурс иногда и прямо поддерживают конкретную идею если поговорить с ними писать или позвонить им и предлагать какой-то проект уже прямо они тоже могут прямо поддерживать конкурс конкретный проект если есть конечно какая-то связь со Швецией что действительно Швеция тоже что-то там проект делает не только Эстония так что в этом смысле Эстония может быть таких проектов партнером кроме шведского лид-партнера например вот есть такой портал и что здесь еще есть то же самое как Швеция организуют и канадцы в этом смысле раньше Канада в принципе в Эстонии тоже как Швеция была очень активна например программа языкового погружения как вы знаете сейчас в Эстонии это вообще появилось в Эстонии с помощью их денег это раньше назывался Canadian International Development Agency в 90-х и первые первые действия программы языкового погружения вообще просадили с их помощью в Эстонии потому что тогда у Эстонии не было достаточно денег чтобы заниматься этим и не было тоже опыта по языковому погружению которое в Канаде очень развито и поэтому в принципе хорошо что нашли естественно в Эстонии специалистов и интерес со стороны Канады это провинция Онтарио которые совместно приготавливали этот проект и получили поддержку из этого фонда Канады и в этом смысле канадцы как с Швецией заканчивали эту программу или поддержку после того как Эстония стала членом Евросоюза опять тогда было ожидание что европейские фонды или эстонское государство сама будет продолжать с этими программами языкового погружения в Эстонии но их роль вначале была очень важна и здесь то же самое опять регулярно они опубликуют конкурсы по конкретным темам по конкретным странам так что здесь опять полезно просто регулярно посмотреть этот веб-сайт по ключевым словам или темам и то же самое время еще что здесь полезно это то что можно тогда и прямо общаться я теперь не знаю канадцы имеют в Таллине свой офис или нет по-моему их посольство в Африки но раньше была Марина Азари который был представителем канадского посольства в Таллине я не знаю как сейчас канадцы здесь работают потому что я знаю что канадцы активны и в Средней Азии например который может быть интересом для нашей солнечной организации тоже кто знает например я знаю что канадцы поддерживали в каком-то уровне развития языкового погружения в Казахстане например там опять эстонские специалисты там участвовали канадцы участвовали просто там и была комбинация что Министерство образования Казахстана плюс эстонские специалисты плюс еще канадцы такая комбинация была так что в этом смысле то же самое я представляю можно делать по тему культуры тоже если если найти какой-то общий интерес и подходящую страну и организацию где и вы могли бы какую-то пользу получить и тоже но это коротко тогда в этом и в этом смысле если теперь если теперь дальше коврят я вставил конце и так далее потому что типа таких фондов конкретно стран есть есть очень много например швейцария у них есть свой фонд они очень активно работают в Молдове у них сравнительно широкий круг проект в Молдове есть но есть и там Германия например институт и Министерство иностранных Германии поддерживает какие-то совместные проекты с третьими странами где именно политические страны или другие страны Восточной Европы и Евросоюза могут тоже участвовать как партнеры они поддерживают такие комбинации что Германия какая-то член Евросоюза есть Восточная Европа и какая-то третья страна как Россия или Украина могут совместно что-то развивать так что весь этот список разных программ и фондов я сюда не вставлю потому что это просто слишком химны потом если у вас есть конкретные вопросы я могу по экрану почту вам эти ссылки выставить что я еще знаю хотя конечно я всех тоже не знаю потому что их столько много по разным странам так что наверное у меня тоже какое-то ограничение знание есть в этом смысле в этом смысле ясно культури и возможности ябераст и лили на вот таки три три таки во первых это обсе европейские в этом смысле как Creative Europe или Europe for citizens или Horizon 2020 так тогда именно такие региональные программы как например Совет министров северных стран это программа Norden короче это называется или то что я раньше вам показывал проект Interreg центрального политического моря это тоже конкретные региона не по всей Европе или по всей мире более региональные и во третьих как я сказал уже есть вот эти программы конкретных стран как США или Канада или Швеция или Швейцария и так далее по всем этим уровням постоянно есть вот эти возможности и если я теперь пойду уже по конкретным культурам я думаю что может быть вам полезно если я сейчас буду говорить по конкретным конкурсам давать вам примеры что в каком-то программе произошли или происходят уже конкретные конкурсы где мне казалось что это было бы место где ваши зонтичные организации могли бы тоже участвовать если есть готовность и но Create Europe как я сказал это программа которая специально сделана для культурных проект и культурных мероприятий и обучения и так далее и что там конечно ожидают что это не только проект касается не только культуры одной страны или одной этической группы но это что этот обзор был бы более широким там было бы какие-то мероприятия или действия которые касаются разных стран разных культур конечно вопрос найдут ли все эти страны свой какой-то общий интерес в сфере культуры что совместно развивать потому что культуры все разные понадобности разные ситуация по финансированию разная но можно ли найти какой-то общий интерес по обучению например что-то какие-то навыки знания надо развивать во всех этих странах партнерства например но в этом смысле ожидание то что действительно такие проекты в сфере культуры развивали нам давали какой-то эффект на европейском уровне и в этом смысле ожидает какие партнеры там ожидает думаю что ваши организации были бы именно подходящими потому что там могут участвовать организации в сфере культуры и креативной экономики так что в этом смысле были бы весьма логичными партнерами таких проектов и там два типа проектов одна из них которая называется такие небольшие минимально три партнера или три страны из каждого один партнер или уже крупные проекти где минимум шесть страны шесть партнеров в этом смысле вместе так что если вы будете прочитать и там скажем что минимум три партнера тогда это считается что действительности тебе надо не три а именно побольше немножко 4 5 6 и если минимум 6 тогда это значит что 6 это действительности не рекомендуется там ожидается 10 15 партнеров так что в этом смысле это в принципе если это три партнера это значит что три страны в этом смысле что из каждой страны не из каждой страны один партнер в этом смысле что если одна страна один партнер тогда если три партнера это значит что три страны если три партнера это значит три страны участвуют я как-то посмотрела недавно там три страны это Creative Europe это не Erasmus Plus это Erasmus Plus о котором мы говорили и продолжительность максимум 48 месяцев это значит 5 лет но это здесь могут быть по разному по конкретным конкурсам есть разная длительность в этом смысле надо посмотреть по условиям но я говорю, что 5 лет уже строитель длинный период и дает вам тоже какая-то стабильность что можно спокойно поработать, не надо заканчивать все через год и так далее и это значит тоже, что бюджеты тоже там весьма большие уже не такие по 20 или 30 тысяч евро и здесь где можно получить дополнительную информацию здесь ну у Крэйти есть как я раньше показывал есть своя страница но где в принципе где в принципе видно уже на правом стороне уже видно конкретные конкурсы которые сейчас происходят и например опять немножко поздно наше обучение происходит здесь уже 11 декабря срок подачи для европейских проектов так что но в этом смысле это каждый год происходит просто читайте рекламу и реагируйте быстро здесь такая рекомендация так что в этом смысле каждый год эта возможность есть и ну пример таких заявок которые конкурсы которые происходили я сейчас открою как вы видите более подробно что там есть но если мы откроем вот этот конкурс который здесь есть по 11 декабря но здесь в принципе есть это я сейчас посмотрю открою на английском например здесь ну вот я немножко пошире показываю что они там но поддерживают но вот то что я сказал что это культура на уровне европы уже конкретные конкретные целевые группы как дети молодежь люди специальными понадобностями и и в этом смысле интеграция как такова к этому подходит если посмотреть уже конкретные примеры действия но здесь опять я думаю что вот это что что здесь есть поддерживать интер-культур диалог между культурами наверняка очень логично подходит вашим вашим действиям опять просто просто как найти совместный интерес культурных организаций в Европе которые были бы готовы что-то совместно делать для этого конкурса как я сказал минимум минимум три страны но логично что там будет гораздо больше чем три и чем шире ваши партнерства чем труднее найти общий цель вот так это то что касается этого конкурса потом но это что для меня лично было очень интересно просто но я писал некоторым организациями предлагал что они бы участвовали я как я понимаю из Эстонии никто не участвовал и я в списке проектов которые поддерживали не видели Эстонию но может быть там партнером является ли партнером никого не было но там в принципе что интересно было это конечно было связано с пешенцами но эта паника была в 16-м году поэтому быстренько организовали такой конкурс support for refugee integration и что здесь поддерживали что у меня очень интересно было что действительно поддерживали проекты как интегрировать пешенцев через культуру там очень интересно это очень редко как-то поддерживается обычно говорят обучение эстонского языка или какие-то обучения для рынка труда и так далее здесь поддерживали специально как интеграция через культуру может происходить очень интересная тема и это было опять было бы очень хорошим возможностью для вас свою роль играть в этом процессе но это опять конечно ожидание было было бы партнеры из других стран Европы не только из Эстонии но как принцип я думаю это было бы хорошим возможностем я не знаю будут ли они новые конкурсы по этому тему делать но опять надо регулярно просто проверить эти сайты Creative Europe есть ли какие-то новые конкурсы поиски или нет так так пойдем дальше есть это то что здесь это если одна область это культура в этом то это уже аудиовизуальные действия или и и здесь как я понимаю меня опыт здесь не уже так много здесь поддерживает европейское кинематографическое аудиовизуальное производство и там обычно кто там участвует там или 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 ну предприниматель СМИ или университет например это тоже самое итальянский университет институт фильма или некоммерческие организации которые активно с этим занимаются но в этом смысле это логично обсудить если какой-то интересный конкурс появится например сталинск университетам а не только это общий интерес потому что Катурин сталкс постоянно с этим тематикой тоже заниматься так что нахватом смысл разумно если какой-то интересный конкурс появится почему это вставили это то что это очень подходит для маленьких организаций если вот действительно уже большие проекты в миллионах и так далее то здесь Europe поддерживает сравнительно маленькие проекты в смысле партнерства и может быть для для каких-то организаций в Эстонии это более потеряющим является чем широкомастапные проекты по десяти партнерами и так далее и так далее и вот здесь что они цель простая поддерживать гражданство и общество в разных сферах или это образование или это культура или это какая-то интеграция и так далее так что в этом смысле интеграция и развитие культуры технические меншисты туда подходит и что они в принципе обычно поддерживают там всякие такие учебные курсы обучения публикации если кто-то хочет что-то опубликовать или семинары или конференции куда можно пригласить представителей из разных стран и организации по этому конкретному тему и какие-то информационные компании которые хотят делать для гражданского общества это значит что некоммерческие организации как и сонтичные организации и члены могут участвовать но это уже не пять лет это максимум двенадцать месяцев проекта и здесь опять у них есть отдельный сайт сейчас это открою тогда вы сами видите тоже как это выглядит но в принципе как это Creative Europe у них есть свой сайт опять здесь на правом стороне есть последние новости включая кокусы здесь еще и можно можно уже искать по конкретным темам ключевым словам здесь вы видите всякие какие-то сотрудничества между городами какие-то проекты гражданского общества и так далее и так далее так что в этом смысле здесь просто опять надо регулярно посетить этот сайт и посмотреть что нового есть и вот теперь пример одной одного проекта который я сам оттуда нашел но здесь поддерживалось проект сейчас я посмотрю здесь есть ну вот здесь в принципе такой ну список проектов естественно более подробного подробной информации нету здесь можно просто эти названия проектов увидеть но что я здесь нашел что наверняка касается ну вот это в принципе ну может быть есть какая-то связь это cultural heritage linking diversities in europe наверняка касается разнообразия этнические этнические разнообразия европы и что я еще нашел это по-моему был который касается рома вещества да первое по-моему результат конкурса этого года или конкурс по-моему прошлого года просто результаты вели в этом году так что здесь проектов поддерживали примерно 26 по-моему по всем партнерам примерно 1000 евро течение года такие маленькие сравнительные маленькие проекти и на в этом смысле я бы действительно рекомендовал посмотреть когда там новый конкурс будет появиться по этим проектам для гражданского общества там форма тоже не слишком тяжелый просто опять я говорю что найти партнера из других регионов чтобы действительно нашли либо интересованных других партнеров и общий интерес это просто возьмет времени и обычно эти конкурсы открыты примерно на месяц два месяца так что надо очень быстро составлять заявку вот тогда опять более широкий это горизонт 2020 в этом смысле горизонт 2020 уже необычный 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 программа а в этом смысле программа исследования и развития research and development Европы и здесь обычно кто там участвует все академические круги Европы все университеты оттуда получают деньги Тальний технический университет и Тальний университет они очень значительные суммы получили из программы по-моему Эстония одна ведущая страна по количеству проектов и сумм которые они сравнивая с другими странами получили из этой программы так что в этом смысле конечно если я говорю что это наука исследования но может казаться что а какая связь там с вашими действиями на теме культуры но я говорю что там все таки связь есть потому что там кроме университета по разным темам участвует и частные предприниматели например если какие-то новые технологии развивают там и университеты и частные фирмы совместно развивают что-то но и есть вот такие более мягкие темы как культура например где тоже можно делать партнерство с университетом и неправительственными организациями тоже совместно по этой тематике развивать продолжительность там разная и максимум 5 лет но обычно все таки меньше там 3-4 года зависим от конкурса и но здесь опять как раньше откроют сайт здесь по корзону есть свой сайт и опять как у других можно искать по конкретным ключевым словам или темам ну эти заявки здесь можно по теме найти свою тему например ну например social sciences антиуманитис или society например если это выбирать тогда уже здесь уже краткий обзор какие там эти ну конкретные условия ключевые слова и здесь опять можно уже по конкретному тему уже найти конкурсы которые сейчас происходят и уже там длинный список разных конкурсов появится где видны все эти сроки у корзона в этом смысле хорошо что там длительность строка не такой месяц или пару месяцев подлиннее сроки но в то же самое время горизонт такой что там заявка выглядит как докторская диссертация там не тыщатся знаков буквы надо вставить до 20 тысяч так что там если делать что-то разумно делать партнерство университетом и так они там пишут постоянно так что по горизонту там подробно надо описывать ожидаемый результат и методику как например исследование там надо подробно описывать методологию исследования и еще вот эти конкретные действия по каким-то приготавливая какие-то образовательные программы или что угодно в этом смысле одному маленькому организацию подавать нет смысла если тогда партнерство каким-то большими организациями университетом другие большие организации но в этом смысле очень интересно связывать с собой науку и практику это если если страница на вот этот креатив европы нам тоже надо получить код у всех европы так что как в эстонии есть у каждого человека свой личный код идентичности еврокомиссия сделала так что у каждой организации есть свой уникальный код который используется для подачи заявок по всем конкурсам программ или это креатив европы или один уникальный код организации но как у нас есть в эстонии у каждой организации тоже свой этот номер регистрации они развивали какой-то номер регистрации для заявок чтобы было понятно что именно та организация в этом проекте будет участвовать ну и здесь я думаю что опять надо показывать конкретные примеры что вот эта наука не то где ничего невозможно делать есть конкурс но к сожалению опять это прошлое было так что ну просто пример что было поддержано ну была такая тема как как сказать ну подходы участия в культуре и в социальной инновации была общая такая идея и здесь уже более подробно указано ну что они поддерживали в принципе поддерживали ну исследование по культурному наследствию в Европе и ну включая тоже культуру этнических меньшинств ну и вообще меньшинств в Европе и ну в этом смысле здесь это имеет такой связ с вашей деятельностью тоже но здесь указано какие организации ожидают там участвовать ну например одна тема была такая что исследование должен касаться инновативных подходов где культурные институции могут работать с молодежи и взрослыми с меньшинствами мигрантами или другими группами которые имеют равный статус в обществе и чтобы их включить в такое правление governance даже не знаю как это переводить и как местные общины могли бы организовать их чтобы чтобы получше защищать и развивать культурное наследствие этих общин в странах так что на этом смысле опять связано с вашей тематикой это этот этот конкурс и что здесь было сделано например это я знаю было ли это конкретно я боюсь что это не было по этому конкурсу просто что я нашел другой другой этот проект который поддерживали конечно очень важная вещь в Европе было принцип holocaust и как принцип рахката кова проекта digitalизировали историю и как все это историю используют или музеи или обучение школы или другие цели и здесь кто там участвовали австрия была литпартнером там по моему по моему государственной организации или частные предприятия не знаю как это юридический статус но здесь видна вот эти участники там музеи фильмы и университеты или какие-то третьи организации так что вы видите сколько там партнеров из австрии германии израиль франция в этом смысле целый целый список участников здесь вы видите теперь сумма тоже общая сумма 5,3 миллиона евро стоимость проекта потому что это просто такой большой проект больше чем 10 партнеров и наверное тоже где-то 3 или 5 лет там ну в принципе это значит что горизонт не только исследовательная программа но и можно что-то весьма практическое делать для образовательной цели или для использования людей и так далее и так далее просто надо искать по горизонту по всем этим конкурсам какой-то интересный конкурс и ну я говорю найти тех которые готовы дни и ночи писать заявку так что у меня еще у меня сейчас время скоро заканчивается но у меня уже осталось немного но вот по интеграции я не знаю активно ли вы там интересуетесь по этим но есть не в Эстонии есть этот фонд работает и организует конкурсы внутри Эстонии через министерство внутренних дел ну а еврокомиссия организует конкурс этого фонда которые общие европейские и международные конкурсы и что они поддерживают поддерживают интеграцию граждан третьих стран ну и там опять какие-то компании для распространения информации там активизации общины например привлечение волонтеров в конкретных областях и например тоже сотрудничество с работодателями если вот эти граждан в третьей стране надо найти работу ну это просто примеры какие конкурсы они поддерживают там минимум три страны должны участвовать и обычно или это государственные местные заправления или некоммерческие организации и продолжительность у них обычно три года и объект показывают и этот сайт как это сайт сама выглядит сейчас показывают сейчас откроется наверно ну вот это это в принципе вот этот сайт европейских комиссий которым они организуют и ну здесь вы видите что еще есть время до конца января подать заявку туда если найдете две страны и две организации из других стран еще дополнительно тогда в принципе можно и туда можно подать заявку ну и здесь постоянно новые какие-то конкурсы появится и здесь я показываю один проект который поддерживали раньше по моему семнадцатом году который мне казалось что может быть это конкурс да извиняюсь это был конкурс который поддерживал вот такие действия но здесь вы как-то видите одно действие например опять культурные обмены чтобы поддерживать культуру и ценности общества европейские ценности и культуру тех людей которые приехали жить из других третьих стран опять мне кажется что очень логично было бы опять заниматься с этим если конечно есть время так что еще дальше что у меня есть а теперь очень тоже очень близко к эстонии есть совет министра северной страны поддерживает до сих пор как я сказал что канадцы например уже не поддерживает как эстония уже страны евросоюза но совет министра северной страны до сих пор поддерживает политические страны включая эстонию разных сферах как образование наука да и так далее и среди других есть у них две программы для неправительственных организаций как вы это одна из них конкурс для северных и политических стран которым они поддерживают такие как анализы исследования сетевые мероприятия учебные обучения и где вот именно некоммерческие организации могут участвовать там максимум один год можно работать и там сумма маленькая меньше чем 20 тысяч евро по моему в среднем проекте стоимости и что там хорошо что если по этим большим программам там в этом смысле немножко трудновато потому что там если надо что-то уточнять тогда ну надо куда-то писать или позвонить куда-то в Брюссел еврокомиссию здесь есть у них местный представитель который работает в Таллине с ней можно прямо общаться проконсультировать и она дает очень хороший совет тоже как и что делать так что естественно вы видите что предыдущий конкурс был в феврале этом году срок наверно пока они откроют этот конкурс теперь где-то в январе следующего года и срок будет опять во второй половине февраля я бы рекомендовал вам уже предоставливаться если вы действительно хотите сотрудничествовать или с финнами или шведами или норвезцами да тогда уже сейчас надо как-то сконтактировать с кем-то там и уже говорить что вот такой такая программа есть и да разумно уже думать об этом потому что там опять надо быстренько все это представлен на английском языке но это возьмет времени и здесь вторая программа которая тоже есть у этого совета министра северных стран это уже кроме северных стран и партийских стран может участвовать уже или Россия или Белоруссия и там уже суммы по проекту немножко побольше примерно 50 или 60 тысяч евро что там хорошо что в принципе софинансирования со стороны организации не требуется но желательно что у вас все таки хоть пару процентов вы сами кладили туда и там и добровольная работа может быть в части софинансирования в горизонт и так далее там все таки ожидается более большое софинансирование по процентам а здесь пару процентов уже хорошо что это показывает вашу готовность или мотивацию и но здесь в этом смысле опять неправительственные организации могут участвовать не государственные организации а именно неправительственные организации продолжительность опять это это код максимум и опять то же самое или образовательные или какие-то публикации или какие-то компании все это можно я например сам туда писал и получил поддержку на проект сфере защиты детей я работал с партнером Финляндии из России из Пскова например и могу сказать что предоставить заявку и потом выполнить эти действия и так далее очень просто было сравнивая с этими проектами европейского союза бюрократия минимальная и тоже самое интересное что было для меня ожидание что это может быть интересно и для фонда интеграции там не было форму бюджета я сам должен был это приготовлен форму бюджета и форму финансового отчета понимаете это просто это странно для меня было я спрашивал у них а где у вас эта форма финансового отчета а у нас нету вы сами это сделаете как хотите умерли куск из этого совета министров надо узнать может быть она уже сейчас знает где это госпожа в таллине ее контакты тоже здесь на этом сайте есть так что вы найдете ее контакты здесь вот это это госпожа здесь есть тоже на этом сайте так что разумно с ней связываться может быть она уже сейчас знает как я говорил здесь но здесь не только северная страна и политическая страна но точно обязательно или Россия или Белоруссия но опять там конечно то что важно конкурс очень там много заявок будет поэтому не делайте маленький проект с одной организацией а делать совместно какой-то более масштабный проект ибо ожидание влияние результата проекта было бы тоже значительным тогда у вас гораздо больше шансов получить и финансировать вот но конечно в пределах этого бюджета там если 50-60 тысяч по всем партнерам так наверное вы все уже устали поэтому но здесь в конце я просто коротко говорю об этом интервью здесь к сожалению опять вы опаздывали или наше обучение опаздывало здесь последний конкурс заканчивался в этом году в ноябре только 16 ноябре заканчивался конкурс и здесь опять ну была возможность по интеграции работать но я не знаю могут ли они откроить этот конкурс опять снова зависит наверное сколько хороших проектов они получили в этот раз но времени остается очень мало до конца этого финансового периода Евросоюза поэтому но они могут не успеть еще делать один конкурс но это в принципе был этот сайт этого где вот это общая цель этой программы здесь видно что ну в принципе они поддерживали вот эти проекты местных общин включая меньшинства так что опять не только там рынок труда и так далее но и ну вот если есть какие-то понадобности на уровне местного но местная община тогда и может быть вот это вопросы культуры тоже могут тут там быть кино что там например как пример как пример я нашел очень интересный проект но в этом смысле вот посмотрите такой проект нашел называется это активные беженцы в общине в принципе и что здесь они делали в принципе как социализировать беженцев если они сюда приезжают то они никаких социальных знакомств не имеют как их создавать для них вот эту социальную сеть и это и через культуру будет происходить но социализация как вы знаете происходит на месте работы там в образовании но если взрослых уже где социализировать кроме работы это все-таки именно культура или музыка или театр или что угодно может быть и с этим они прямо занимались или я не знаю они уже заканчивали а они до конца следующего года занимаются но там только шведы и финны между собой заработали здесь эстонцев или латвицей не было так что это опять один пример какого типа проекта могли бы делать и и последнее что о чем я уже говорил вот этот US Federal по которому я уже описывал конкретный конкретный проект по которому я здесь описывал это был конкурс supporting independent media in the Baltics и сейчас я посмотрю найдется ли там уже более подробная информация кто там занимается с этим но здесь по-моему еще результатов не указано здесь более указано просто это тематика по которому здесь работали но в принципе это касался и обучение журналистов не только которые этнические эстонцы и вот журналисты которые из других этнических групп которые работают в других языках не только эстонском масс-медиа но и русскоязычном масс-медиа и так далее так что это было тоже где танец университет хотел сделать совместный проект с другими странами партийского моря так что в этом смысле опять посетите эти сайты и ищите рекламу и вовремя реагируйте если найдете что-то последовательное для вас и сейчас я это открою да здесь в этом смысле я очень много сюда текста не вставил я больше объясняю это какие рекомендации у меня есть в этом смысле как вы уже поняли через мои презентации что что важно во-первых это то что вы очень четко и ясно будете вставить какая это совместная цель разных стран разных организаций с разных стран хотят совместно делать почему ну это важно потому что все хотят узнать но это у нас фонд интеграции тоже это спрашивает от вас наверное ваши проекты тоже что очень ясно вставьте эту цель что вы хотите достичь какие у вас эти участники целевые группы какие у вас действия бюджет и так далее и особенно что вы должны посмотреть на эти условия этого международного конкурса потому что как я сказал все эти конкурсы разные по разным акцентам по разным темам так что надо очень тщательно вначале прочитать все эти условия если непонятно спрашивайте у этой еврокомиссии или вот совет северо-стран представительство в эстонии спрашивайте у них если вы не понимаете потому что они иногда очень бюрократично сформулированы эти цели или поддерживаемые действия надо одно получить какое-то человеческое объяснение во вторых что очень что международных проектов без этого никак это международное сотрудничество ясно надо выражать почему именно разные страны должны что-то совместно делать почему нельзя спрашивать деньги только для одной страны почему вообще надо сотрудничество неправильно ответить то что деньги дадут это неправильно правильное ответ что вы вместе получаете пользу из этого проекта не только эстонцы но и шведы немцы и так далее и так далее и в этом смысле как это объяснить это просто лучше всего представить можно ли эта цель достичь без участия других стран если эта цель достичь без участия других стран тогда эта идея не подходит если если эту проблему можно решить внутри Эстонии тогда эта идея не подходит к этому конкурсу если вы думаете вот у вас есть какая-то большой вызов большой цель тогда думайте там обязательно надо или из партнеров из России или из Молдавии или из других стран привлечь или без этого если без этого тогда нет смысла это достичь и этот аспект международного сотрудничества надо очень четко ясно указывать с этой заявки тоже потому что это очень тщательно изучают и там очень значимое количество баллов на этот аспект международного сотрудничества тогда третье чем я очень лично сам тоже касался это выбор партнера если особенно если вы сами являются лид-партнером тогда если какие-то проблемы появятся в проекте тогда это Еврокомиссия или это Совет Северных стран не будет общаться с этим партнером в другом стране который обычный партнер а с лид-партнером лид-партнер отвечает за действия других партнеров другой страны и чтобы если какие-то проблемы появятся у этого партнера в другом стране тогда разумно же что не вы должны туда идти работать вместе с их а чтобы они все-таки сами бы работали но для этого надо очень тщательно выбирать с кем вы будете работать и вопрос такой вот это просто партнеры они получают в таких проектах свой бюджет свою нет это обычно это просто такие ну как сказать неформальные партнеры которые например могут быть например каком-то образовательном проекте например министерство образования которые морально поддерживают и дадут тебе какие-то рекомендации по действиям проекта во время проекта которые сами не используют деньги официальные партнеры те которые они получают свои которые которые подают те которые официальные партнеры которые деньги получили и на этом смысле это выбор партнера во время подготовки проекта уже очень стратегически важная вещь если вы выбираете неправильного партнера потом будет большая головная боль и может быть это что кто-то с вашей организации должен идти туда и вместо этого партнера все делает который стоит деньги и времени и так далее так что да выбор партнера очень важен и здесь я бы сказал что в советское время сказали что кадры решают все изучайте работники этой организации кто профессиональный человек и который знает что делать и мотивации заниматься с проектом и когда вы это все узнали только после того предлагают совместно делать проект будет гораздо легче для вас если вы обычный партнер или партнером является кто-то другой тогда конечно может полегче потому что тогда это если партнера финской организации или шведы тогда пусть они этим озаботиться но если вы элитный партнер тогда точно до того когда вы уверены что они надежные но до того не советую совместно делать и особенно по этому ответственности если например они неправильно используют деньги и тогда кто должен обратно это платить это вы если вы или партнер они конечно вы будете у них спрашивать деньги обратно но попытайтесь получить обратно деньги которые потерялись легко не будет тогда вот эти партнеры по сотрудничеству это моральная поддержка и особенно те организации которые направляют политику в этой сфере в стране например или министерство культуры например в другом государстве почему это важно потому что они они в этом смысле могут давать вам умные такие рекомендации кого вообще взять партнером это уже тоже очень полезная информация если какое-то министерство что мы сами не хотим быть партнером а вот у нас есть надежная организация в этом стране давайте возьмите их что мы их доверяем например и во вторых то что в действительности во время проекта уже они в этом смысле могут уже давать тебе уже очень конкретные рекомендации как что делать с кем и так далее и последняя вещь которая касается тоже и вот следующая тема это жизнеспособность или по-английски sustainability министерство обычно те организации которые могут финансировать те действия после окончания проекта и тоже потому что по всем этим проектам международным как и в Эстонии по международным проектам надо же указывать что будет происходит после окончания проекта что если вы какую-то программу обучения разрабатывали кто будет это использовать после окончания проекта что это не красивая бумага которая стоит на столе никто с этим не будет заниматься после окончания проекта если вы сделали какой-то интересный видеоматериал для школ чтобы действительно школы больше окончания проекта начинали это использовать опять надо что министерство образования или министерство культуры будетutz заниматься после окончания проекта потому что у них есть деньги или для культури или для образования они могут тебе обеспечить что действительно что то будет происходить после окончания проекта если ты просто скажешь что неправительство организации с другой стороны будет сам искать деньги это не будет уводительным потому что вы же знаете как вестонии И последнее, это регулярный обмен информацией, в этом смысле, это уже касается того, как вы уже начинаете выполнять действия проекта, в этом смысле, что вы, в этом смысле, живете здесь в Эстонии, партнеры из Украины или из, я не знаю, из Македонии находятся тысячи километров от вас, и в этом смысле, очень легко потерять связь с ними, потому что у каждого есть несколько работ, несколько проектов и так далее, и в то же самое время надо одновременно что-то делать и в Эстонии, и в другом стране, чтобы действительно все действия сделали по срокам, и как планировалось, надо регулярно обменить информацию. Это не должно быть то, что вы туда едете постоянно, но это тоже надо делать, потому что скайп не все решает, иногда надо по критическим вопросам и лицо к лицу общаться. Ну, в этом смысле, регулярный обмен, в этом смысле, не значит, что регулярный, например, скажете, что каждый месяц мы имеем какой-то видеоконференцию по скайпу, например, где координаторы партнера из Эстонии, в другой стране, скажут, что они сделали, что надо раньше потом делать и так далее, что вот такая регулярная, регулярный обмен информацией, согласованная такая правила, это очень хорошая гарантия, что в действительности все знают, и все по срокам, и по ожиданиям делают то, что надо. Ну, в этом смысле, это кажется, что это такая элементарная вещь, но это очень часто может забываться, потому что у всех есть очень многие другие обязанности тоже. Вот, я думаю, что все остались, если у вас есть вопросы, тогда у нас еще время есть, примерно, 5-7 минут до обеда. Такая тишина, что... Пожалуйста. Ну, честно говоря, это объем информации по действиям зависит от конкурса, например, этот совет министра, министра всех стран, там не уж так подробно, там по каждому действию, может, тут полстраницы, там, надо описывать, если по этому горизонту, там, я говорю, там докторский диссертация, там по одному действию, там 5-6 страниц надо что-то описывать, так что, ну, здесь, в этом смысле, ожидания, рождение, и логика такова, что чем меньше можно попросить, тем меньше надо писать, чем больше, спрашиваясь, тем больше надо писать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в проектах закладываются административно-хозяйственные расходы? Обычно, да, обычно, да. Есть ли там такие? Да, 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 обычно это уже по всем обычно. А какой пациент там дается? По разным, вот там некоторые 7, некоторые 20, опять это по разным. Да. Полагается, что это 6 стран, или это 6 партнеров, может быть по нескольку? Но, но все-таки, я говорю, что если там укажено, что 3 партнера, это международный проект, то это значит, что 3 страны, но, в этом смысле, из каждой страны один. То есть, 4-5-й могут отставлять те же страны? Ну, я говорю опять, могут быть, никто это официально не требует, но я говорю, что чем больше у тебя стран, тем лучше у тебя шансы потом получить финансирование. Потому что, как ты сказал, они как-то хотят этот масштаб поддерживать, что не только какой-то маленький регион Европы, но разные регионы вместе что-то делать. Я думаю, у меня одна вещь, может быть, Кристина может думать об этом. Я бы рекомендовал делать какой-то практический семинар, где бы вот те эстонские организации, которые уже сделали международные проекты, свой опыт как-то вам передавали. Это был бы очень хорошим, ну, как-то возможности спрашивать конкретно у ваших коллеги из других общин, как, что они делали. Ну, как я сказал Александр Рустман, мы с ним вместе делали один проект Центрального Батистского моря где-то лет пят назад. Получили поддержку? Что? Получили поддержку? Да, да, мы вместе работали. Проект был по платформам диалога, и мы там в 2012-2013 году вместе работали. Ну, так правильно, может только работать человеком грамотным, опытным, приопытным человеком. Надо написать там от общего всех нас 22 организаций, вот что-то раз и сделать туда в Европу. Это может быть реальным. Но я уверен, что все, вы тоже профессионалы, очень опытные в этом. Не, вы профессионалы, но посмотрите, сколько там надо, то заводовые деньги, то диссертацию защитить. Давайте от нас всех, давайте, кстати, путь итог сделаем. Напишем общий проект всех национальных меньшинств в Тонии. Возьмем Белоруссию, Бахартианину, как и восточноевропейскую страну, Швецию возьмем, стилизованную и поедем вперед. Вот это вот, было бы здорово. Нет, в этом смысле я говорю, что все эти возможности есть, просто надо иметь смелость и навыки, чтобы действительно вот это предоставливать аккуратно все. Так мы смелы, господин Мятник, вот мы приглашаем вас не только проговорить, а сделать это, а потом мы поумнее будем другим рассказывать. Каждый получит какую-то дольку свою, ну что мы там напишем, что мы решим. Делаем так, что теперь пойдем на обед, а после обеда у нас будет работа в группах, и тогда уже узнаем, есть ли у вас какие-то совместные интересы, что можно в форме проекта делать. Найдем, сейчас на обеде мы все решим. Субтитры сделал DimaTorzok